Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Lada Priora 2013 года выпуска На этом автомобиле мы сегодня заменим коробку передач механика здесь кулиса здесь старого образца обычная рычажная не трассовая для этого мы сейчас вывешиваем автомобиль снимаем с него передние колеса вот такой вот у нас двигатель человек его помыл перед тем как загнать что случилось с коробкой начало выбивать сначала вторую передачу сейчас выбивает уже и первую передачу ремонтировать решил не ремонтировать цена коробки новой нормальная взяли новую коробку и поэтому меняем для этого мы сейчас снимаем здесь сверху, что нам мешает снимаем корпус воздушного фильтра снимаем аккумулятор отключаем датчики здесь два датчика датчик скорости и датчик включения задней передачи на лампочку открутим крепление трос сцепления трос сцепления трос сцепления отключим также что сверху нам здесь два болта верхних открутим и будем поднимать автомобиль подпирать двигатель и откручивать уже снизу и снимать коробку в данный момент откручиваем колеса колеса я открутил теперь снимаем аккумулятор и снимаем корпус воздушного фильтра аккумулятор можно и не снимать но я хочу его снять для своего удобства мне так удобней снимаем с минусовой клеммы я здесь ослабил уже ее снимаем плюсовую клемму и снимаем теперь крепление здесь болт похоже заржавел попробовал его не болт гайка крутить он есть вероятность что сорвется открутим его расшатаем поэтому откручиваем снизу гайка на 13 на 13 Так, теперь снимаем корпус воздушного фильтра Снимаем разъем Здесь вот снизу флажок желтенький Его поджимаем вверх И снимаем разъем Также раскручиваем хомут Охлабили его И можно стянуть гофу Гофу убрали Теперь снимаем вот эти резинки Если просто их потянуть Мы их порывем, тогда их надо менять Берем силикон Силиконовая смазка И аккуратно обрызгиваем их И вот здесь сзади еще третья резинка Так, ну эту резинку я из этого выдернул И из этого пернштейна выдернул Сейчас снимем их из корпуса И поставим туда Все, резинки у нас остались целые Потом обратно все и установим Так, ну, снимаем Тогда еще Хотя она нам не мешает Площадка аккумулятора Пока мы сверху Откручиваем стартер Хотя со стартера можно просто питание снять А стартер мы вместе с коробкой с ним Здесь один разъем Фишка на возбуждение Снимаем ее И откручиваем мы одну гаечку на 13 Вот эта вот гайка И снимаем Плюсовую Плюсовой провод Все, мы сняли Теперь мы берем Скидываем С вилки Трос сцепления Ослабляем сзади Ключиком на 17 Сейчас покажу Что мы там будем ослаблять Вот это вот крепление Просто ослабляем одну гаечку Вот мы ее ослабили Теперь можно трос поднять вверх Вот он наш датчик скорости Вот я на него свечу Сейчас Фонарик положу Вот так вот Берем Лазим до датчика Поднимаем вот этот флажок И снимаем разъем Все Разъем датчика мы сняли Теперь у нас здесь сверху Ничего не держит Кроме подушки Подушка у нас здесь прикручена Гайка и сверху есть Гайка и снизу есть Поэтому мы сейчас Когда поднимем автомобиль Мы увидим Потом снизу ее и открутим Болты Оба я открутил Верхнюю Вот он один болт И вот здесь вот второй болт Болты-головка на 19 Трос сцепления снял Хомут крепления проводки снял Поэтому здесь мы все освободили Стартер я откручивать не стал Но я снял с него проводку Поэтому коробку мы снимем вместе со стартером Она нам не мешает Вернее он нам не мешает Поднимаем автомобиль Снимаем колпачок С тупицы Берем головочку на 30 И берем отвертку Отвертку мы вставляем В ребра Охлаждение Железное Головка на 30 И откручиваем Также берем С другой стороны делаем Для чего Привода нам надо будет снимать Здесь нижняя защита вырвана Где-то зацепил Ее вырвал Взяли мы новую Потом поставим Сейчас снимаем Вот этот пыльник Здесь откручиваем Два болта Торкс Т-30 Один и второй Чего мы это сделали Чтоб нам удобнее было Мы сейчас снимем вот эту саблю Траверсу Чтоб она нам не мешала В данный момент мы отключаем Вот этот разъем Датчика задней скорости Вот его отключили Открутил я Вот эту гайку Гайка здесь на 24 Удар хороший Здесь понизу был Аж Балку немножко подогнуло И открутил Вот эту гайку Сзади Тоже на 24 Тоже снимаем ее Открутил гаечку На Скажем В простонародье Яйца Стойка стабилизатора Выбиваем болт Это только делаем С левой стороны Справа мы этого делать не будем Справа мы только шаровую открутим Здесь откручиваем шаровую Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А саблю нам надо вытащить, чтобы нам удобно было вытащить коробку. Получается, мы сейчас, когда отвяжем вот эти два места, отвяжем кулису, мы коробку отодвигаем и спускаем ее вниз. Сабля будет мешать. В данный момент мы откручиваем шаровую с другой стороны, с левой. Так же она у нас отходит, все, видите, свободно. Теперь мы берем, сливаем с коробки масла, потому что выдернув привода, у нас все побежит. Выкручиваем, ставим тазик и выкручиваем вот эту пробочку. Сливаем масло, вроде масла стружки нет. Поэтому коробку потом отремонтируем, будет подменная. Пока у нас сливается масло, мы открутим вот этот лючок, который у нас закрывает маховик. Для этого нам надо головочку на 10. И откручиваем вот этих три болтика. Также откручиваем мы кулису, кронштейн. Открутим вот этих два болта. Один на 17, один на 19. Отодвигаем пыльник кулисы. Здесь у нас сбоку ключик на 10. Откручиваем вот этот болт. И сдергиваем. Все, вот получается мы карданчик сдернули с оси переключения передач со штока. Масло у нас практически стекло. Закручиваем пробку. Закручиваем пробку. убираем тазик берем монтажку и выдергиваем привода здесь снизу подхватываем вот так все вот так один привод выдергиваем вытаскиваем его и таким же образом выдергиваем второй привод все вот выдернули второй привод все вот 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 Теперь мы снимаем вот этот траверс, для этого мы рычаг немножко отодвигаем назад. А ничем мы не отодвинем, нам надо откручивать рычаг здесь. Открутим его и снимем целиком. Откручиваем вот это крепление. Головка здесь на 19. Вот и все. Надо было сразу ее сделать. И легко снимается траверса. Так, ну что, теперь у нас остается только два нижних крепления. Это болт здесь на 19 и гайка. И вот эта гайка на 19, которая сверху к блоку крепится. Вот эта. Также у нас остается крепление подушки третье. Это вот здесь, вот оно. Сейчас мы подпираем двигатель, чтобы он у нас не упал, потому что у него крепление получается, спереди только одна опора. И снимаем коробку. Подпираем двигатель, откручиваем теперь вот это крепление, гайку, и потом откручиваем болт. И теперь откручиваем вот этот нижний болт. Коробка у нас висит пока еще на задней подушке, поэтому подпорку пока не ставлю. Сейчас откручиваем болт, снимаем его. Поставим. И откручиваем теперь болт подушки. Ну вот, получается, мы уже приопустили коробку. Теперь мы можем ее отодвигать. Вот она все зашевелилась. Субтитры сделал DimaTorzok